Приветствую вас, и давайте разберёмся с тем, что вы написали. Первое, что хотел бы отметить, это то, что вы не задаёте вопрос. То есть вы не спрашиваете ничего, вы не хотите, если я правильно понял, вы не хотите что-то выяснить, да? Ну, что-нибудь, что-то выяснить не хотите, вы просто делитесь с нами, делитесь, значит, своей проблемой, которые есть. Правда, не совсем понятно, не совсем понятно, какая проблема, как это ни странно. То есть вот именно какая конкретно проблема у вас, да, какая конкретно у вас проблема, непонятно. То есть понятно, что есть панические атаки, понятно, что вас это беспокоит. Это безусловно, это безусловно, безусловно, это понятно. Но что вы хотите с этим делать? Как вы хотите и хотите ли вы это конкретировать? Ответ на этот вопрос не ясен. Панические атаки происходят, как правило, из-за повышенной тревожности человека. Тревожность, в свою очередь, в свою очередь, привожность, в свою очередь, это игнорирование своих чувств. Ну то есть вот вы, грубо говоря, игнорируете свои эмоции, игнорируете свои желания. Вот. Вы говорите, что у вас с мужем была очень сильная связь, но это не мешало вам испытывать проблемы. Да, это не мешало вам иметь определенные проблемы. Значит, дело здесь не только в связи. Дело здесь не только в связи. Дело здесь, в чем ты еще. Возможно, связь была слишком сильной для вас. Вот. Возможно такое? Чтобы связь была слишком сильной для вас. Конечно. Конечно, возможно. Конечно, возможно, что связь для вас слишком сильная. Вот. С мужем. То есть именно с мужем связь слишком сильная у вас была. Вот. И вы чувствовали себя не свободно с ним. Вот. То есть вы от него зависели чересчур сильно. Вот. Как сейчас, вы, например, зависите от своего сына. Которому уже 19, да, вы все еще боитесь, что с ним будет, ну, что с ним что-то произойдет, что с ним что-то случится, что как он будет один и так далее. Вот. Легко. Легко. Легко он будет один. Понятно? Вы печете за него. Почему? Почему печете? И тем самым, тем самым удерживаете его. Тем самым удерживаете его. Почему? Потому что он вам нужен. Для чего он вам нужен. Для чего он вам нужен. Он для вас это творение личностного смысла. Поэтому задам вам вопрос прямо. А делали и делаете ли вы что-либо для себя самой? Для себя самой вы что-либо делаете? Свои чувства, которые есть у вас, вы выражаете? Вот. Вы какие самые главные, вот что вы ставите во главу угла, ну, в качестве своих самых главных, допустим, ценностей? Вот. Что вы ставите? Какая для вас самая главная сцена? Большая. Вот. Как обстоят дела у вас, например, с работой? То есть, ну, работаете вы, развиваетесь ли вы? Есть ли у вас интересы, ну, ваши собственные интересы есть у вас? Вот. Или нет? То есть, ваши драки, это всё про это. Вот. Понятно, что здесь психосоматика есть. Нужно исследовать её. Вот вы говорите, что 33 года, да, у вас начались проблемы. Ну, через паническую атаку с 33 лет. Значит, 33 года всё-то произошло. Значит, 33 года с вами что-то было, вот, что-то такое, что начало вас беспокоить. Ну, так давайте, давайте это поиследим, давайте это поизучим, давайте это посмотрим. Вот. Я уверен, найдём. Придём к выводу. Придём к выводу, найдём. Вот. Значит, значит, увидим, что, что с вами. Вот. Увидим, что хочет сказать вам ваше тело. Ну, как правило, это несоответствие намеренности. То есть, вот, тело бунтует против, против намерений, которые ему вредят. Ну, телу, телу, телу вредят, телу вредят. Вот. Как правило. Как правило. Вот. Поэтому, тут вот такая история. Тут такая история. То есть, антидепрессанты, это хорошо, да, но это причину не уберёт. А причина, это личностный конфликт. Я думаю, я думаю, что причина вашего конфликта и ваших проблем заключается в том, что вы пытаетесь угодить. Вы пытаетесь угодить всем. Вообще всем. То есть, вы пытаетесь для всех всё сделать, а себе ничего не остаётся. В итоге вы боитесь остаться одна. Вот. А тело, ваши чувства, эмоции, они, вы его требует. Они, они же не такие, как, ну, вы, да. Они же слепы. Вот. Они есть ещё. А вы их подавляете, а вы их там загоняете, чтоб, собственно, вглубь, а себя. Вот. А они дают о себе знать. Вот. И снова, и снова, и снова, и снова будут давать о себе знать. Вот, промыть это ваше чувство и вы не удовлетворены личностно, вот. Поэтому хотелось бы поговорить с вами о таких вещах, как умение сказать «нет», личное пространство, эмоциональный интеллект, а то есть вот насколько вы хорошо ориентируетесь в своих чувствах, ну вот, удовлетворенность, собственно, цели образования, то есть для чего, какие у вас цели сейчас, вот на данный момент, да, то есть чем вы живете, чем вы жили раньше, до этого, да, ну то есть чем вы жили, например, до мужа своего и так далее, ну то есть до того, как вы встретились с мужем. Ух ты. Понимаете, если воссоздать историю ваших панических атак, очень легко можно будет видеть, в чем психологическая проблема. Понимаете. Про физиологию, да, я сейчас не говорю. Про физиологию я не говорю, я не врач, я не знаю, насчет физиологии, вот, я говорю именно про психологию. Ваше подознание отчаянно пытается вам сказать что-то, вот. Ваше подознание отчаянно пытается вам, до вас, что-то донести, вот. Но вы, вы не слышите, вот, вы не слышите и продолжаете двигаться по тому же пути, вот. Отпустите для начала своего сына, который, он, который уже взрослый, вот. Перестаньте о нем беспокоиться. Помните человеку самому жить, потому что рано или поздно ему придется, вот. Потом отпустите своего мужа, возможно, вы его еще не отпустили, не отстрадали, не отболели и так далее, вот. А потом спросите себя, чего же я-то хочу, чего я хочу сама, что мне нужно, вот. И вот, будем вспоминать, будем вспоминать то, что вам нужно. Вот так, так это и работает. Для лучшего эффекта, да, можно воспользоваться антидепрессантами, ну, не более того. А антидепрессанты сами по себе ничего не делают. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если захотите поработать, то выбирайте себе эксперта, любого на нашем ресурсе и начинайте индивидуальную консультацию. Уверен, это будет эффективно и то, что вам сейчас нужно. Вот, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok